Что сдохло? Я думаю про гладкий фиг. Привет. Я, если вы не против, буду записывать в очках, потому что довольно-таки слепит лампа, а в этой комнате сейчас засыпает Дэн, и меня немножко даже попросили побубнеть, потому что как только я куда-то ухожу, он начинает за мной плакать. Поэтому сейчас я буду делать это специально громко, а он будет слышать, что я как раз дома, и я надеюсь, что он заснет. Первая новость – это то, что у Руслана сломалось Рено. Рено-сценник, который он купил два месяца назад. В общем, это было нечто. Как тебя оттащить? Есть трос? Не, не должно. Самое неприятное в этой ситуации – то, что он заглох на повороте, и было довольно-таки сложно его цеплять и тащить. И это было довольно далеко от города. Сейчас попробуем толкать сюда. В общем, мы затолкали на ближайшую парковку, и дело с концом. Теперь мы в поисках двигателя на Рено. Но хорошие новости в том, что мы нашли. Осталось его только перекинуть. Цена, кстати, бушного двигателя всего лишь 500 злотых. И вот тут встает самый важный вопрос. Потом, ДО, можно пройти с перекинутым двигателем? Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. А у нас тоже с этой машиной не все так сладко. Дело в том, что поменяли задние колодки и затянули сильно ручник, и сейчас надо отпустить, потому что диск нагрелся, вонь стоит. Короче, как оно его вообще ехало. Еще одна новость. Ну, как новость? В принципе, вы об этом и так знали. Я все еще продолжаю бегать, и могу сказать, что здесь бегать приятней, и как-то сложнее. Теперь не самая приятная новость. Это то, что Шкода, на которой я сейчас езжу, она вот постепенно умирает. То у нее отказала одна запчасть, отказала вторая, сегодня вот потекла тормозная жидкость. В общем, от этой машины нужно избавляться. Либо тратить время и полностью ее восстанавливать. С чего, как бы, делать не сильно хочется. В общем, эта машина долго не проживет. Может быть, еще и тысяч на двадцать. Начинает подзакипать. Самая приятная новость, то, что у меня в гостях был Жека. И это вот классно. Так как старые добрые времена, по шротам, по дорогам. В общем, было весело. От тебя не спрятаться. Эй! Что, вам не доберутся, молодой декор? Ну классно, ребят. Я вообще не ожидал, что он приедет сегодня. Я что-то думал, что он приедет завтра. Приятно, что приехал сегодня. Такая знакомая машина. На самом деле, было очень много шротов, 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 запчастей, 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 дисков, 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 резины, резины, резины. В общем, он забрал полный бус и уехал в Украину. Короче, Жека затарился. Едет сегодня вечером на границу. Вот. И, короче, потом к нам обратно. Слово «короче» слишком много «короче». И еще одна приятная новость – это то, что мне прислали новый «гореллопот». Смотри, что мне Дэн прислал. Новый «гореллопот». Так, это старый, а это новый. Удобно. На вытянутой руке удобно. По поводу работы. До сих пор я не смог зарегистрироваться в Глобо, Убер, Болт и понял для себя, чтобы подтянуть мне язык, помимо того, что нужно ходить на языковые курсы, то больше я бы выбрал для себя Убер либо Болт. Болт – тут нужна лицензия. И постепенно перетекаем в тот момент, что где же нужно брать эти все документы. Интересный кусок наблюдения. Год назад здесь все и начиналось. Сегодня я ездил во Вроцлав. Приехал за 60 километров на машине, на супермашине. Подошли к полицейскому забрать справку о том, что я не судим в Польше, что у меня нет никаких проблем. Они сказали, в связи с карантином вы звонили, вы записывались, и мы такие... Приехал сделать справку, и шо? Без звонка туда не попасть. И, короче, пропетлял. Сколько мы проехали километров? 50? 80? 60 километров в одну. Подошли к дверям, нам сказали, звоните. И мы едем 60 обратно. И обратно 60 километров обратно. Такая себе история. Еще из, наверное, хороших новостей, это то, что было достаточно много покупок. Не, мы едем в Кауфланд. Покупок? Бро, как ты беседуха. Какую хочешь? Покажи, какую ты выбрал. Покажи. Покажи машину. Покажи машину. Да? Мы сейчас приехали в Кауфланд. Это самый большой на данный момент магазин здесь, в этом городе. Смотри. Какая машина? Это Русик тебе подарил. Покупок? Маленький покупок. Ну, их было достаточно много. Не, я так не буду. Все время, когда заходим, он обязательно хочет какой-то мяч с собой забрать. Сынок, ну у тебя дома полно мячей. Ложи. Ложи его на место. А шорты какие? А шорты какие? Это футболка. Где мама? Вот. Вот. Мы сейчас собираемся прогуляться по городу. В Пепко. Такие магазинчики небольшие. В общем, погнали. По поводу влога на каждый день. Я думал, что я смогу быстрее все порешать здесь вопросы, которые нужно было сделать. И дело в том, что я еще должен видео итальянцам. И у меня просто не хватает на это времени. Хотя хочется это делать каждый день, но я понимаю, что если я займусь влогом, он будет либо косой, кривой, но тоже довольно-таки интересный. Но хочется все-таки расти в качестве. Мы поставили навигацию, чтобы приехать сюда. И это 10 километров. Мы думали, быстро доедем, но... Скажем так, дорога была извилистая. Идем в Декатлон. Ну, а тут очень красиво. Влога на каждый день. Поэтому, как только все здесь стабилизируется, и понятно будет с работой, и куда что как, то да, почему бы и нет. Хотя это все еще под вопросом. Пока с тобой общаюсь. Такую же? Хорошо. Покажи с мамой. Покажи с мамой. Поворачивайся. В общем, это новости этой недели. Я в очках, потому что очень-очень слепит эта лампа. Вот. В общем, вы знаете, что делать. Пишите, как у вас дела. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok